Радостная хвала Псалтырь, 97-я глава, с 1 по 9 стих Псалом Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к Дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет Его, Вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, далекуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить Вселенную праведно и народы верно. Размышления, часть первая. Прославляйте Бога за Его верность. Книга Псалтырь, 97 глава, с 1 по 3 стих. Господь сотворил дивные дела, и автор псалма призывает Божий народ петь Ему новую песню, прославляя Его верность. Бог хранил верность Дому Израилеву на протяжении всей Его истории. Его десница и святая мышца – символы Его силы, подобные воинской, не раз могущественным образом спасали Израиль. Через народ израильский Бог кивил свое спасение и открыл свою праведность пред другими народами. Господь ничего не должен Израилю, но по собственной доброй воле образовал народ из потомков Авраама и связал себя с ним заветными отношениями. Хотя они постоянно нарушали эти отношения, Бог оставался им верен. Эта верность распространяется и на нас. И это настоящая причина для ликования. Как Бог показывал вам свою верность, даже когда вы были неверны? Уделите сегодня время тому, чтобы прославить Его и порадоваться Его верностей. В этих стихах автор Псалма побуждает всю землю восклицать Господа в радости и петь Ему в сопровождении различных музыкальных инструментов. Все творение воздает хвалу, предвкушение справедливого Божьего управления. Шумит море, и все, что напоминает Его, рукоплещут реки, ликуют от радости горы. Земля и все живущие на ней преисполнены ликования, потому что грядет суд Господень, ибо Он будет судить праведно и справедливо. Зло не останется безнаказанным, и Бог будет беспристрастно судить каждого человека. Мы приняли Христа как Господа и Спасителя и облеклись Его праведностью, а потому можем славить Бога и с радостью ожидать Его грядущего царствования. Вызывает ли у Вас радость перспектива Божьего справедливого управления? Как Вы сегодня можете воздать Богу хвалу? Молитва Верный Бог Спасибо за Твою верность при всем моем неверии. Ты верен завету со мной, и это залог моей безопасности. Пусть моя жизнь характеризуется радостной хвалой, когда я торжествую о том, кто Ты есть, что Ты сделал и что еще сделаешь. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!